Приветствую вас на канале час ремонта, в этом обзоре расскажу про сварочный аппарат Ressanta SAE 160PN. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, её оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Сварочный аппарат Ressanta SAE 160PN предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током, покрытым электродом. Данный аппарат может использоваться как в бытовом, так и в промышленном сегменте. Изделие выполнено в металлическом корпусе, на пластиковой передней панели которого расположено. Регулятор величины сварочного тока. С помощью регулятора сварочного тока можно выставить нужный ток в зависимости от толщины сварочного электрода. Регулятор форсажа дуги AirSea Force. Силовые разъемы для подключения сварочных кабелей. Цифровой дисплей отображает выставленный сварочный ток. Индикатор перегрев загорается за несколько секунд при включении и при перегреве прибора и выключается после его охлаждения до рабочей температуры. Автоматический выключатель. Сварочный аппарат Ressanta оснащен автоматом вместо обычного выключателя. Он позволяет работать в сетях со слабой проводкой и сетях, не оснащенных защитой. Установлен на задней панели. Принцип работы заключается в преобразовании переменного напряжения сети частотой 50 Гц в постоянное напряжение величиной в 400 Вольт, которое преобразуется в высокочастотное модулированное напряжение и выпрямляется. Для регулирования сварочного тока используется широтно-импульсная модуляция. Регулируемый форсаж дуги предназначен для повышения устойчивой сварочной дуги и лучшей текучести металла. Осуществляется повышением сварочного тока при уменьшении длины дуги. Для обеспечения лучшего поджига дуги в начале сварки инвертор производит автоматическое повышение сварочного тока. Это позволит значительно облегчить начало сварочного процесса. Благодаря этой функции аппаратом могут работать не только опытные сварщики, но и новички. Эта функция установлена на всех сварочных аппаратах Ressanta. При начале сварки требуется произвести поджиг дуги. Нередко это приводит к залипанию электрода на изделии. В этом случае инвертор сам производит автоматическое снижение сварочного тока, и электрод легко отрывается. В дальнейшем, после отрыва залипшего электрода, инвертор возобновляет установленные параметры сварки. Все сварочные аппараты серии SAE оснащены данной функцией. Все без исключения инверторы Ressanta изготовлены на IGBT транзисторах. Эффект в том, что за счет них срок использования аппарата увеличивается в 7 раз. Помимо этого уменьшается вес и габариты. У IGBT плата расположена вертикально, пыль на ней не оседает. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Экран тускловат. Пластиковая крышка хлипковата. Капризен, при минус 10 работать нельзя. Нет для переноски кейса. Теперь перейдем к положительным. Легкий и компактный. Толстые и длинные провода. Защищенный задник провода силового. Легкое управление. Дисплей наличия ремешка. Легко настраивается. Варит тонкий металл на самом низком токе. Электрод не липнет. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале час ремонта.